Охрана труда в приоритете. Так, было всегда. Такого принципа должен придерживаться каждый касаемо техники безопасности на рабочем месте, будь то руководитель или сотрудник. Ведь именно охрана труда на предприятиях и организациях – одна из приоритетных направлений деятельности не только профсоюзов и Министерства по труду и социальной защите. Накануне рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси во главе с Сергеем Сиром провела мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в организациях города Бреста. В рамках мониторинга специалисты посетили и проинспектировали предприятия открытого акционерного общества «Брест-Обл-Автотранс». Основными видами деятельности предприятия являются перевозки во внутрисповиканском и международном сообщении. Также предоставляются услуги на автовокзале. Предприятие располагает на собственной диагностической станции техосмотр. Помимо этого располагается у нас, имеется своя большая ремзона для ремонта и обслуживания автомобилей МАЗ, ДАВ и прочих грузовых автомобилей. Среднесписочная численность работников предприятия сегодня составляет 170 человек. Что касаемо вопроса охраны труда, здесь мы не стоим на месте, стараемся держать руку, как говорят, на пульсе. Только за 2023 год на мероприятие по улучшению условий охраны труда было направлено более 50 тысяч рублей. Более 200 у нас комплектов спецодежды закупается, спецобуви. Здесь у нас в этом плане все в порядке. Традиционными местами, где происходят те или иные случаи, которые приводят к печальным последствиям, остаются сферы промышленности, строительства и транспорта. Однако не может не радовать тот факт, что количество печальных случаев даже в этих отраслях уменьшается. Прошедший год, 2023, в отрасли наблюдается тенденция снижения производственного травматизма. Но при этом есть смертельные производственные несчастные случаи и тяжело травмированные работники. Несчастные случаи происходят в основном по причине дорожного транспорта происшествий. Вторая причина – это шиномонтажные работы. Это опасный вид работы. К нему нужно особый подход, особое внимание. Среди подчиненных Министерству транспорта и коммуникации предприятий смертельных несчастных случаев не зарегистрировано. А на предприятиях авиационной отрасли три года подряд нет вообще несчастных случаев. Среди территориальных организаций нашего отраслевого профсоюза нет ни одного несчастных случаев на предприятиях транспортного комплекса Витебской области. Это связано в первую очередь с отношением нанимателя и подчиненных к своим служебным обязанностям. В каждом несчастном случае есть причины. Кто-то недосмотрел, кто-то недоглядел. И в конечном итоге вот это приводит к несчастным случаям, когда человек или теряет жизнь, или получает вред своему здоровью. При посещении предприятия «Брест-Убл-Автотранс» представители профсоюзов ознакомились с обеспечением безопасных условий труда в организации, а также проверили соблюдение правил охраны труда на рабочих местах. Особое внимание было обращено на своевременность прохождения обучения, наличие инструкции по охране труда и проведение всех видов инструктажа с работниками, ведение журналов прохождения осмотров транспортных средств, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодежды и специальной обувью, проверяло состояние санитарно-бытовых помещений. По окончанию мониторинга на данном предприятии нашей съемочной группе удалось узнать, есть ли какие-либо нарушения на предприятии «Брест-Убл-Автотранс». В городе Бресте работает рейдовая группа Федерации профсоюзов Беларуси. В соответствии с планом по осуществлению общественного контроля за соблюдением нанимателями законодательства об охране труда, технические инспекторы, это 7 человек в группе, посещают предприятия, которые входят в их отраслевые профессиональные союзы. В этом соответствии с указом 1040 я сегодня посещаю одно из транспортных предприятий нашей отрасли, завтра это будет предприятие железнодорожного транспорта. Нам приятно посещать Брест, наша группа посещает уже третий раз город Брест, и я отдаю должное и руководству города, руководству городскому объединению процесса в том, что самое ответственное отношение. За 2023 год у нас не было травмоопасных случаев на предприятии, и это уже радует. Этому способствует, в принципе, неукоснительный контроль со стороны работников филиала, со стороны работающих филиала и со стороны руководств филиала, конечно. По итогам работы рейдовой группы в зале заседания Грисполкома состоялся семинар совещания с участием первого заместителя председателя Брестского Грисполкома Юрия Климаховича, главного технического инспектора труда Белорусского профсоюза работников, транспорта и коммуникации Сергея Серова, а также руководители специалистов по охране труда и председатели профсоюзных первичек предприятий и организаций города. Вопрос охраны труда у нас номер один для города Бреста. В понедельник мы провели очередное заседание комиссии по охране труда, рассмотрели два несчастных случая, которые у нас случились в октябре-ноябре 2023 года, и по этим случаям у нас пришли результаты проверок. Сегодня мы собираем рейдовую группу, которая в Федерации профсоюзов Белоруссии у нас обозначена, рейдовая группа номер один. Они обследовали 15 предприятий по городу Бресту, и вот сейчас мы заслуживаем непосредственно технических инспекторов, которые побывали на предприятиях и определили недостатки в охране труда на каждом предприятии. Будем рассматривать, ну и принимать конкретные меры и решения уже по данному конкретному вопросу. Сегодня достойный труд измеряется не только заработной платы, но и условиями труда его безопасностью. Порядок в цехах и на территории соблюдения трудовой дисциплины, ношение спецодежды, выполнение инструкций по охране труда – все это слагаемо успешной работой любого трудового коллектива. Это еще раз подчеркнул Сергей Серый в своем выступлении. Он также отметил, что цель проведения данных мониторингов, которые организуются по инициативе Федерации профсоюзов Белоруссии и проходят в регионах, не наказать кого-то за упущение недостатки в работе, а предостеречь, подсказать и оказать методическую помощь. Сегодня инспекторы должны перестраивать свою работу в сторону профилактики, в том числе через продвижение концепции нулевого травматизма. Это семь правил, которые разбиты на основные направления – безопасность, гигиена, труда и благополучие работника на всех уровнях производства. Я покой на заводе Жабанка, они входят в структуру, дорустроили монтаж треста белорусской железнодорогием. Хорошее впечатление, небольшой компакт на предприятии. Коллектив чуть больше 100 человек на достойном уровне организованных производственных процессов, культура производства. Вместе с главным инженером посмотрели сельскохар. Одно небольшое замечание – да, зима заканчивается, но понесли, как температурный режим и наличие комнатопогрева – это обязательное условие. А так, в целом, документация ведется на должном уровне. По итогам заседания Сергей Серый отметил, что в городе Бресте работа по соблюдению правил охраны труда поставлена на порядок выше, чем в других регионах, которые были проинспектированы рейдовой группой номер один Технической инспекции труда Федерации профсоюза в Беларуси. Продолжение следует...